Февраль Самое время заняться посевом цветов. Я очень люблю выращивать цветы, которые начинают цвести в мае и заканчивают своё цветение только заморозками. И в прошлом году впервые для себя открыла такой цветок, как катарантус. Второе его название – барвинок. А ещё его иногда называют южный бальзамин, потому что у них очень похожие цветы. Мы как-то с вами чаще на своих огородах выращиваем петунию, а катарантус не так часто встречается на наших дачных участках. А ведь он нисколько не уступает петунии своей красоте и обильном цветении. По некоторым характеристикам катарантус даже превосходит петунию, ведь его не нужно ни прищипывать, ни формировать. Он прекрасно сам кустится и обильно цветёт. Катарантус бывает кустовой, высота бывает от 20 см и до 1 метра, а бывает катарантус ампельный. И длина побегов достигает 70-75 см. Катарантус прекрасно себя чувствует в условиях высокой влажности и очень тёплой погоды. Вы знаете, жару он переносит просто на 5 с плюсом. Ведь его родина считается Мадагаскар, а там как раз и влаги и жары достаточно. У катарантуса красивы не только цветы, но и листья. Они вощёные, гладкие и имеют насыщенно зелёный цвет. Но они, безусловно, украшают растения. Я катарантус высеваю в разные сроки. Вот, например, ампельный катарантус развивается чуть медленнее, чем кустовой. Поэтому я его высеваю в первую очередь с 1 по 15 февраля. С посевом кустового катарантуса тоже не стоит тянуть. Иначе к началу лета можно не получить цветущего растения. А ведь нам всем хочется, чтобы в июне у нас уже цвёл наш сад и огород. Когда вы будете покупать семена, обратите внимание на срок сбора семян. Лучше всего семена всходят на первый-второй год своей жизни. Дальше всхожесть уже падает. Также советую вам обратить внимание на количество семян в пакетах. Вот, например, у компании было написано количество семян не в штуках, а было написано в граммах. 0,2 грамма. И посмотрите, как здесь много семян. Семена у катарантуса не очень мелкие. Их удобно раскладывать. Я их не замачиваю. Всегда высеваю сухими. Всхожесть всегда хорошая. И семена появляются буквально на третий-пятый день. Катарантус любит землю с нейтральной кислотностью. Сюда я добавила перлит, вермикулит, чуть-чуть биогумуса, чтобы почва была более питательная. И обязательно сюда ещё добавляю торфабрикет. Так как он хорошо распушает землю. Посмотрите, какая она пушистая. Но нужно, чтобы эта земля была чуть-чуть влажная. Семена я высаживаю в разные контейнеры по сортам. Как я уже показывала, количество семян в пакетах разное. Например, для 5-10 семян вот такого контейнера будет вполне достаточно. Ну, а где побольше, конечно, используем контейнер большего объёма. Землю насыпаем примерно 4-5 сантиметров. И после этого её нужно чуть-чуть уплотнить. Ну, а сейчас нужно пролить грунт. В воду можно добавить или фитоловин, или привикур энерджи. Они не только уберегут растения от различных заболеваний, включая чёрную ножку, но также они и помогут взойти вашим семенам. Если вы будете использовать привикур, 1,5 мл разводите в 1 л воды. Если фитоловин, то 2 мл на 1 л воды. И вот так тщательно, но не делая болота, проливаете грунт. До самого низа землю проливать не нужно. Для всхода в семян вот этой влаги будет вполне достаточно. Семена очень чёрные, земля тоже очень чёрная. И семян просто будет не видно на грунте, как мы их разложили. Чуть-чуть просыпаю песочком, чтобы не было видно, куда я раскладываю семена. Семена раскладываем через 2,5-3 сантиметра в рядочке. И точно так же между рядами. Обычно я их раскладываю в шахматном порядке. Так растениям не будет тесно, когда они уже подрастут. Ну а сейчас нужно ещё раз обрызгать семена с любым ускорителем роста. Можно использовать тот же превикур Energy, но его обычно жалко, потому что он очень дорого стоит. Можно использовать циркон, эпин, HB101. И после этого присыпаем семена грунтом не больше 1 сантиметра. Иначе семенам будет просто трудно проклюнуться на поверхность. Аккуратно выравниваем его. И опять чуть-чуть уплотняем землю. Это только для того, чтобы семена у нас соприкоснулись с землёй. Посевы накрываем крышкой. И создаём парниковый эффект. Ставим в тёплое место. Температура должна быть 25-27 градусов. Не меньше. Иначе катарантус будет очень долго всходить. А всхожесть у него отличная. Первые петельки появляются буквально на третий день. И как только появятся первые всходы, катарантус сразу же ставим под свет. И первую неделю досвечиваем круглосуточно. Катарантус очень сильно вытягивается. Как только появятся первые всходы, температуру можно чуть-чуть понизить. Но не ниже 24 градусов. Чтобы рассада хорошо развивалась, важно, чтобы её ноги, ну то есть корни, были всегда в тепле. Ни в коем случае не ставьте катарантус на подоконник. Он такого холода не вынесет. Ну и, конечно, самое главное условие – это свет, тепло и хороший грунт. Вот этих три составляющих помогут вам получить красивые, здоровые растения. И они у вас будут хорошо и быстро развиваться. На этом всё. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!